Без лишних слов я могу сказать, что этот сезон был, наверное, лучшим сезоном в моей карьере. Вот по моим чувствам мы... Я был в хорошей команде, у меня был, скажем так, хороший, уверенный сезон. Сумасшедшая любовь от болельщиков, конечно, помогала находить лишние силы. Сыгранность игроков, понимание руководства с тренерами, с игроками. И, скажем так, пазл сошелся, и я заношу этот сезон к себе в актив. Хотелось бы, может быть, выиграть Лигу чемпионов, итальянский чемпионат, но... Я думаю, мы и так дошли до полуфинала и там, и там. В принципе, это уже было достаточно. Под конец сезона вообще случилась такая ситуация, а не получилось. Единственное, большой недосмотр моей жены не получилось сделать визу, поэтому ей пришлось уехать. И вот тогда уже было чуть-чуть вот это вот напряжение, да. То есть, когда жена... Где моя жена, там и мой дом. А так получилось, что она в Украине, я в Италии. И... Ну, нет, я не могу чувствовать себя дома, за границей. Все-таки... Да, да. Дом есть дом, и я очень люблю Украину. Приезжать сюда, отдыхать, проводить здесь время с друзьями и семьей. В первую очередь, действительно, огромная поддержка болельщиков, их интерес к спорту. И, ну, по-моему, было только два или три матча, на которых не были забиты все трибуны. Это, в первую очередь, запомнилось, конечно же, запомнилось вкусной едой. Я нашел несколько хороших ресторанов. Кстати, нашел ресторан с украинским шеф-поваром, который уже много лет в Италии. Ну, и очень-очень красивые горы. Безумно красивые горы. Город сам находится недалеко. Это небольшой город, он где-то 30-40 минут от Неаполя. Поэтому на выходные, если хотелось, там, какие-то магазины или, может, какие-то другие рестораны увидеть, мы ездили все время в Неаполь. Кстати, пиццы я не так активно ел. Мне, конечно, больше понравилась паста. И мое любимое итальянское блюдо – это ризотто. Это, по факту, тот же рис, но просто чуть-чуть по-другому приготовленный. И, ну, хорошее ризотто для меня. Я, когда приехал в Украину, пару раз ходил в итальянский ресторан и пытался заказывать, но это не то. Это не то, это не то. Да, еда, кстати, очень вкусная, но очень однотипная. И когда тебе надоедают уже все эти миллиарды разновидностей паст, хочется просто борщичка. С пампушками, с сальцом. Ну, это только дома жена готова. Моя жена знает, что в первую очередь, когда я возвращаюсь после сезона, обязательно должен быть борщ. Я могу сказать только одно кардинальное отличие. С Авеллиной мы побеждали, с конту мы проигрывали. Это самое-самое кардинальное отличие. Все. Тайлк. Чуть-чуть другие были цели, другое было взаимопонимание в команде. И тот сезон у меня выдался скомканным. Я начинал в локомотиве, переходил по ходу сезона в конту. Мне не очень понравился этот сезон. Он у меня в памяти особо не отложился, потому что я стараюсь вспомнить только хорошее. У нас он очень грамотный и умный тренер. И он менял стиль игры по ходу сезона. То есть в зависимости от того, как мы играем, против кого мы играем. Очень гибкий тренер. И сейчас он, кстати, работает ассистентом в итальянской сборной. Главное правило было, если я на площадке, то довести мяч до меня внизу, на посту. А там уже я или сам завершал атаку, или стягивал на себя игроков и находил партнеров передачей. Да, да, да. Он сразу мне сказал, что говорит, мы не будем тебя сразу нагружать, потому что я приехал сразу после сборной. Было сложно. У нас всегда после выступления национальной сборной есть небольшая физиологическая ямка. И поэтому он меня нагружал по чуть-чуть. Я же начинал даже со скамейки играть. Играл по 15-17 минут за игру, там первый месяц. А потом, когда втянулся, он уже начал выводить меня на более главные роли. Выпускать в старте, давать больше игрового времени, давать больше владения мячом. Для меня Венеция на втором месте из соперников, которых я хочу обыграть в Италии. Потому что действительно, ну я не могу сказать, что они незаслуженно выиграли. Они действительно переиграли нас. Они чуть больше этого хотели. И у них все 12 игроков, у них была большая ротация. И все 12 игроков убивались за каждый мяч, прыгали на пол. Я такого, в принципе, давно не видел. Они просто вгрызались в каждую атаку. И, конечно, их трехочковые броски решали исход матча. Ну, перед началом чемпионата выход из группы Лиги чемпионов. Плюс попадание в четверку в итальянском чемпионате. Мы перевыполнили оба этих цели. Да, и я думаю, клуб остался доволен этим сезоном. Ну, очень было горько проигрывать. Потому что мы действительно, у нас был вот менталитет победителя. Нам хотелось выигрывать. Мы рвались. И каждый проигрыш мы очень тяжело воспринимали. Может быть, именно это и сыграло с нами плохую шутку в плей-оффе, когда повели 2-1, а потом проиграли матч и не смогли уже вернуться. Очень-очень сильно. Я пропустил пять недель. Я же говорю, как раз тогда уже не было жены рядом. Она была в Украине. И мне было сложно. Мне было сложно. Команда ездит, команда тренируется. А я индивидуально только хожу на процедуры, больше ничего не делаю. Дома меня никто не ждет. Было психологически трудно. Но я собрался. Выздоровел я буквально. Первую тренировку провел за два дня до начала плей-оффа. И плей-офф отыграл на уровне. Ну, как, язык интересный. Язык мне понравился. Слова я уже многие выучил. А теперь я решил, что если продолжу выступать в Италии, то постараюсь уже подучить его. Хочу узнать построение предложений. Все-таки с иностранными языками я знаком. Как раз вот недавно я получил наконец-то бакалавра немецкого и английского языка. Да. Так что я надеюсь, что если буду выступать в Италии... Есть кто-то выступает? Да, 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 да. Тем более очень много украинских туристов и на постоянное местожительство много украинцев приезжает. Украинская диаспра в Италии представила очень сильно. Именно украинская. Это был... Я даже не знаю, как это объяснить. Это была горечь. Это было, как расстаешься с близким другом, который уезжает далеко жить. И ты знаешь, что увидитесь вы не скоро. Это был конец сказки под названием «Сезон Вавилина». Я не знаю, как это еще объяснить. Это было просто... Я же говорю, это был лучший сезон в моей карьере. И очень не хотелось, чтобы он заканчивался. Да. И... Ну и хотелось просто... Когда я вот это кланялся болельщикам, действительно хотелось отдать им хотя бы мизерный процент того, что они сделали для нас ту поддержку, ту веру, которую они нам дали в себя. Ну, просто хотелось сделать что-то приятное для них. Везде. Все время. Даже на выездных матчах, на всех абсолютно выездных матчах, всегда было минимум 4-5 человека. Они сбрасывались, они добирались сами. Даже когда мы играли в Лиге Чемпионов, делали визы, ездили как-то пересадками, жили в хостелах, но поддерживали, пели песни, заполняли залы, давили на команду соперников, давили на судей. Очень-очень хорошие фанаты. Я не знаю, что ответить. Действительно, сейчас я уже ведем переговоры с Вавелиной, так же, как и с другими клубами. Есть интерес. Не хочу ничего говорить, но Вавелиной мне было очень комфортно, скажем так. Разные клубы. Я не хочу называть, но разные клубы, разные условия, разные чемпионаты, разные цели. Я очень хочу побеждать. Мне 30 лет. Я хочу уже по-настоящему что-то выиграть, потому что так получилось, что карьера у меня, можно так сказать, складывается хорошо, но при этом я сам еще ничего не выиграл. И вот мне очень сильно сейчас нужно выигрывать. Никак. Я наоборот считаю, что Италия тут... Это та команда, которую можно и нужно обыгрывать. Хотя у них сейчас хороший главный тренер, и они, наверное, впервые за много лет имеют довольно-таки сбалансированный состав и могут выстрелить. Но посмотрим, посмотрим. Опять же, у нас тоже сейчас такая ситуация со сборной, что практически все ключевые игроки поиграли или в европейских чемпионатах, или в европейских кубках, и набрались чуть-чуть опыта, набрались чуть-чуть наглости, выехали за Украину. И сейчас, я думаю, этот психологический фактор поможет нам хорошо выступить на Евробаскете. Да, обсуждал со всеми, да. Вот этот же тренер Пино, он сейчас работает ассистентом, Макс Ладыни тоже где-то там вовлечен в сборное. Общался со всеми, да. Они опасаются, они помнят Украину, которая в 2013 году обыграла их на Евробаскете и не дала выйти на чемпионат мира. Хотя они, как мне потом сами говорили, игроки считали это проходным матчем и думали, что нам достался легкий соперник. Поэтому они нас опасаются. Ой, я вот этого даже не скажу, но долгий период любимчиком публики был Александр Джентиль. Сейчас у него что-то криво складывается и карьера, и отношения с болельщиками, тире руководствами. Ну, сейчас не знаю даже кто. Наверное, Флакадорий, молодой, талантливый. Я вообще считаю, что ему место в НБА. Он очень атлетичный. Кто? Белинелли, который выступает в НБА уже очень много лет. Не знаю. Ну, Галинари. А, да, Галинари. Забыл, вылетел из головы. Галинари, да. Барняни уже не выступают за сборную. Посмотрим. Действительно, да. У них есть два вида спорта, за которыми они очень сильно следят. Футбол и баскетбол. Конечно же, футбол на недосягаемой высоте, но баскетбол, они также любят, ну, не хотелось бы этого говорить, но гораздо больше, чем в нашей стране. То есть его любят, его уважают. Сходить на баскетбол в воскресенье для многих итальянцев это считается хорошим временпрепровождением. Создать профсоюз игроков. В первую очередь. Я считаю, что это очень нужный момент. И тем более у нас есть опытные представители, которые заинтересованы в этом, чтобы просто защищать самих игроков. В Италии профсоюз создан по схеме американского профсоюза. И там даже начисляется пенсия. Даже у меня теперь там есть уже два сезона пенсии. Посмотрим, как дальше пойдет. Но это уже приятно. Игроки защищены. Я считаю, что, во-первых, это. Во-вторых, вовлечение болельщиков. То есть это не должны быть какие-то там полтора конкурса в больших перерывах. Нет, это должны быть какие-то конкурсы. Может, какие-то там присылайте нам фотографии. Ну, в общем, работа должна быть с болельщиками. И популяризация. Популяризация. Может быть, привлечение каких-нибудь медийных личностей. Стать лицом, так сказать, баскетбола, как это вот сейчас активно делает мой товарищ Андрей Кириленко в российском баскетболе. Я думаю, он проделал уже огромную работу. Нужно гораздо больше открытости. Потому что у нас все привыкли как-то вот... В Италии, кстати, на все тренировки болельщики могут приходить. Абсолютно на любую тренировку могут прийти. У нас всегда, ну, минимум, находится человек 60-70 на тренировках. Они просто приходят, они очень тихо общаются, потому что они знают правила. Они приходят даже с детьми. Они сидят, тихонечко общаются, смотрят, как мы тренируемся. Получают от этого удовольствие. Действительно болельщики. Не мешает? Нет, это не мешает. Ну, сначала мне, конечно, мне это было чуть-чуть дико, я к такому не привык. А потом посмотрел... В тяжелые, кстати, моменты, когда там команда проигрывает две-три игры подряд, они приходят всем фан-сектором, всеми этими ультрасами. И под конец тренировки они заходят и минут 10 поют песни, просто чтобы показать нам, что они с нами, они в нас верят. И это действительно, это заводит, это дает энергию. Я, наверное, сейчас отказался бы. Я еще в той ситуации, когда, во-первых, я планирую находиться еще... Играть вне Украины, а для этого нужно находиться... Да, я, наверное, бы отказался. Может быть, по завершении карьеры, да, я бы смог принять на себя эту обязанность. Но сейчас, я думаю, идеальной кандидатурой на эту роль считается Дмитрий Забирченко. Потому что он уважаемый всеми абсолютно игроками, он уважаемый всеми руководителями клубов. Поэтому, ну, опять же, я не могу понять, почему все до сих пор так удивлены, когда они не приезжают. Потому что я сам был в этой ситуации когда-то, я знаю, что такое, когда клуб тебе говорит, что мы не можем тебя запретить, но мы тебе настоятельно рекомендуем остаться летом, тренироваться с нами и, может быть, улучшить свои шансы и игровое время в команде. Поэтому, как бы, разговоры разговорами, обещание, что вот именно в следующем-то году я приеду и буду спасать, как настоящий спасатель, ну, маемо-то еще маемо. Я не удивлен, я... Я не имею никаких эмоций по этому поводу. Понятное дело, что клубы не хотят, чтобы ездили, потому что все-таки это короткий цикл тренировок, все-таки полтора месяца, а потом пять игр в шесть дней. Это огромная нагрузка, это огромная нагрузка и это большая травмоопасность. А если проходить дальше, то количество игр сумасшедшее, игровое время как-то нужно делить, все игроки уставшие, от этого все травмы происходят. Поэтому руководство не идет... Ну, как? Точнее, как? Они официально не могут запретить. Они, если ты не ключевой игрок своей команды, играющей на ведущей роли, то они могут тебе мягко намекнуть, что лучше не надо, да. А все-таки это карьера НБА. Ну, что тут говорить. Поэтому я не удивлен. Ну, почему же? У нас еще есть Саша Мишуа, Саша Липовый и Клим Артамонов, который сейчас находится со студентами, который должен, я так думаю, тоже подъехать. Ну, давайте не будем списывать Дениса Лукашева, который уже очень много-много лет приезжает и один, не один тянет на себе эту роль. И я думаю, кстати, в прошлом году на квалификации Денис справился с этой ролью на отлично. Он, когда нужно было, заигрывал больших, когда видел, что команда чуть-чуть встала, мог даже сам организовать броски, правильные комбинации называл. Поэтому я считаю, что натурализовывать игроков... Да, я понимаю, что нужно закрывать проблемные позиции, но, опять же, нужно еще и давать возможность молодым себя раскрыть, хотя бы как-то обкататься, начинать привлекать в сборную. Как это было со мной, когда я впервые пал в сборную, когда мне было 17 лет. Понятное дело, я прошел только первые полтора сбора, а потом меня отправили домой. Но я уже впервые ощутил, что это такое быть в сборной. Я считаю, что натурализация – это хорошо и, может быть, даже нужно, но обидно. Обидно, когда к квалификации никто не хочет переезжать, а потом на официальные игры Евробаскета уже задумываются. Да, у нас был абсолютно новый, у нас абсолютно новый подход к тренировкам. Привлечен в этом году греческий специалист, тренер по физической подготовке. И, в принципе, весь первый сбор он говорит тренерам, что мы делаем, как мы делаем. Он очень нам нравится, честное слово. Хоть и первые дни мы не могли понять, что происходит, потому что тренировки были очень легкие, но, тем не менее, он каждую тренировку добавляет, скажем, образно говоря, 6-10% интенсивности, скорости и сколько минут мы можем работать на полную выносливость. И сейчас, когда уже, сколько мы уже здесь, дней 5, сейчас мы уже выполняем сложные выражения, бегаем, носимся, и при этом фу-фу-фу, ни травм, ни какой-то безумной усталости или крепатуры нет. Это специфика абсолютно всех баскетбольных команд, потому что главный тренер должен вести именно игру. конечно же, он утверждает, скажем так, схему тренировок, план тренировки, ассистенты должны контролировать ее. А уже во время игры Евгений Мурзин будет принимать все решения сам. Поэтому сейчас, ну, плюс, понятное дело, тоже как бы развивает, хотел сказать, молодых тренеров, ну, уже не таких и молодых, и неопытных, но все равно помогает им показать себя, проявить себя. Я даже не знаю, что сейчас сказать. Очень волнующее ощущение, когда узнал наших соперников, появилось у меня все-таки. Соперники у нас сильные, группа сложная. Я не буду ничего говорить. Я думаю, это одна из самых сложных групп, в которой мы когда-либо оказывались. Но, тем не менее, тем не менее, абсолютно все команды мы раньше обыгрывали, ну, наверное, кроме Литвы. Не помню, чтобы я лично обыгрывал Литву. А так, все остальные команды обыгрывались. И я думаю, надо, будем пробовать, будем пытаться, вгрызаться в паркет. Скажем так, у нас карт-бланш. От нас никто ничего не ждет. Все уже, как бы, образно говоря, махнули рукой, сказали, что, да, такая группа, что, в принципе, можно не заморачиваться. Поэтому, это должно раскрепостить нас, дать нам почувствовать, скажем так, легкость в движениях. Я надеюсь, что вот именно это поможет нам удивить, удивить, где-то поймать на недооценке, на расслабленности все команды. Хотя, опять же, Украина, воспринимает в европейском баскетболе серьезно. А как в 13-м, действительно, уже такого нету и, наверное, уже никогда не будет. Да, были такие разговоры, но это было так, больше в плане разговоров, да, не было каких-то серьезных предложений, просто мне приятно, что я интересен в Днепре. да, я тренировался, общался с ребятами, с молодыми, со всеми, с Валерием Валерьевичем, так сказать, позанимался боксом. Это была интересная тренировка, особенно в плане кардио. Я очень быстро устал, я даже не ожидал, что боксировать настолько, нет, точнее, я знал, но это было очень сложно. Да, это действительно были новые нагрузки, со скакалкой я и раньше прыгал, но вот так вот, ну, это было, это было реально действительно круто и интересно. Тем более, я впервые побывал в Шиннике, со времен его вот реставрации, и такого тренировочного, тренажерного зала я не видел ни в одном клубе, в которых играл, ну, если не брать разве что НБА. Приоритет и да, был бы у Днепра. Я все-таки воспитанник пятой школы, воспитанник неропетровского баскетбола, но при этом профессионально никогда в жизни не играл за Днепр. Поэтому, да, хотелось бы поиграть в Днепре, может, заканчивать там карьеру, да, у меня есть такая, скажем так, голубая мечта. Посмотрим, как это получится. Если бы мне предложили уже контракт, я бы не раздумывая подписал его. Да, в любую. А вот ехать опять на летнюю лигу, потом оставаться там, пропускать сборную, готовиться, готовиться к тренировочным лагерям, проходить все, и потом в последний момент, чтобы тебе сказали, извини, не получилось. Не, я уже, как бы, мне уже 30 лет, я, наверное, на это больше не пойду. я допустил много ошибок по неопытности и по глупости, потому что не слушал советов более опытных людей, которые меня старались что-то советовать, но вот юношеский максимализм во мне тогда бил ключом. Ну, и, конечно, было обидно, что все это закончилось из-за травмы, а потом, как бы, так получилось. Ну, 4-5 только с Андреем Кириленко и то вот так. Иногда списываемся, спрашиваем, как дела, что-то, как. Так, нет, в принципе, ни с кем не общался. Ну, не знаю, как-то так развело, и я не могу сказать, что мы были какими-то там лучшими приятелями с кем-то. Действительно, вот я общался только с Андреем и все. Ну, я думаю, если бы я написал, да, финал смотрел. Болел, кстати, за Голден Стейт. Не знаю, почему. Но мне больше импонирует Голден Стейт, если сравнивать их и Кливленд. А вообще, хотелось бы, чтобы Вестбрук дошел хотя бы до финала. Я считаю, что он того достоин. В первую очередь, я хочу выиграть. Я хочу побеждать. Я хочу срезать сетку. Я хочу поднимать кубок, выпить из него. Я действительно всего этого хочу, потому что единственные моменты в карьере, когда я в этом участвовал, это было, когда я еще был очень молодым игроком в Азумаше. И по факту я там особо не играл. Я играл только, когда был счет плюс 25 или плюс 30. Так что хочется выиграть. Хочется выиграть. не знаю, что еще. Я просто хочу выигрывать и хотелось бы еще поиграть, может быть, лет 5-6. А там уже посмотрим. Посмотрим. Это еще так далеко загадывать. Но, в принципе, я могу себя видеть в данной роли. Конечно, это, наверное, был бы очень странный и новый для меня опыт, но не знаю.